На этом, правда, не закончится. Мы будем смотреть еще финал смешанных пар. Но мужчина — это последняя встреча. И первому столу вышли Кирилл Скачков и Артур Абусев, как я уже говорил. Абусев — один из редких игроков в защитном стиле. И как раз последний российский защитник, с которым Кирилл Скачков играл. Было это несколько лет назад, но, правда, опыт игры с защитниками Кирилл приобрел еще и во втором туре командного чемпионата ФНТР, когда встречался со словаком Иваном Яном, выступающим за факел «Газпром». И там Кирилл уступил со счетом 2-3, вел 2-1, но затем проиграл подряд два сета. Сейчас 1-2 на подаче Скачкова. Ошибается Абусев на приеме. Ну, ни Абусева, ни Ивана Яна нельзя назвать игроками классического защитного стиля, такого, каким был, скажем, знаменитый белорус, чемпион Европы в команде Евгений Щетинин. Все-таки это скорее игроки комбинированного стиля, которые предпочитают слева подрезать, но могут и огрызнуться, а справа все же принимают. Атаки соперника довольно активно либо вращают, либо контратакуют. Редко кто подрезает. 2-3 на подаче Абусева. Вот тут ничего защитного не было. Дважды атаковал Абусев справа, попытался укоротить слева, но попал в сетку. Изменил мяч направления полета, чиркнул по сетке, и Артур ошибся. А вот справа попытался Абусев подрезать, сыграл за стол. Попытался серии атаковать скачков и пробить оборону соперника, но сыграл за стол. Ну, играть серии против защитников никому не рекомендуется. Попытался контратаковать справа Абусев. Не обработал мяч. 3-6. Повезло Артуру, мяч задел сетку. Да, колоссальная мощь у скачкова. Длинный рычаг. Таким рычагом можно любую защиту продавить. 7-4. Первым же ударом скачков обостряет ситуацию мощно, надежно и в корпус своему сопернику. 4-8. Простая ошибка Абусева. Отличный завершающий удар справа. Зашел Артур в левый угол. Вернее, он там и находился. Оттуда подавал подачу. И Коса сыграл справа по диагонали. Не раздумывая атакует скачков. Хорошо выбирает мяч. И у него 5 сетболов. Ох, какой же завершающий удар. 11. Дему есть что рассказать нашим теннисистам о том, как надо играть в настольный теннис. Яркий представитель советской школы настольного тенниса. Вторая партия. Ошибается Абусев на приеме подачи. И 1-1. И 1-1. Попытался бросить свечу Абусев из дальней зоны. Такая агрессивная свеча. Она сильно крутится. Она летит на белую линию. Но во всяком случае Артур старается играть именно так. Так, чтобы соперник не сумел атаковать. В корпус Абусева играет скачков. И Артур ошибается слева. Длинно подает Абусев с верхним вращением. Скачков кучу наносит. Острый удар справа. Принимает вернее. Не подает. Принимает Абусев. Несколько не похож на себя Артур. Я говорил о том, что он справа принимает все-таки такими полутоп-спинами, полусвечами. В любом случае атакующими ударами. Но довольно часто сейчас Абусев подрезает справа. 2-4. Нет, не попал Абусев. Мне показалось, что мяч задел в край стола. Оптическая иллюзия. Скачков решил размяться. Покрутить по подрезке. 2-5. Слишком простая подача. Раскованно играет скачков. И все у него получается. Вот та самая полусвечка, полутоп-спин. Что-то такое, в общем, неприятное, летящее по низкой траектории. Тот мяч, в котором надо играть с особой тщательностью. Особенно, когда приходится переходить от игры по подрезке к игре по мячу с верхним вращением. Отыгрывает два мяча Абусев. 4-6 на его подаче. Не удается скачкову поднять сильное и нижнее вращение. Ох ты, неуверенно принимает Кирилл подачу. Абусев наносит завершающий удар в левый угол. А скачков реагирует, ставит ракетку. И мяч, как из пушки, возвращается к Абусеву. По прямой в правый угол. Поторопил сейчас скачков. Не слишком удобный был мяч. Длинно крутил Абусев. Хотя и поздно, чуть ли не с пола, уже из-под стола. Но длинно получилось. Активизировался Абусев. Молодец, молодец. 6-2 вел скачков. И вот уже преимущество его расставило. 7-7 равенство. С каждым ударом все мощнее атакует скачков. Как будто испытывает и себя, и Абусеву на прочность. Так может и сил не хватить. Тем более, что Кирилл все же выступает здесь, в Санкт-Петербурге, после травмы, которую он получил в Казахстане, выступая там в командном чемпионате. 9-7 скачков впереди. Слева Артур тоже умеет атаковать. Чуть ошибся скачков. Чуть приподнял мяч над сеткой, и тут же последовал выпад слева. Хорошо получилось. Не поднимает скачков сильное нижнее вращение. Увлекся Кирилл. Играет слишком ритмично. А это защитникам всегда нравится. Они не любят, когда меняют темп, когда чередуют у короткие длинные мячи. Особенно трудно двигаться вперед-назад. Влево-вправо-то все умеют, а вот вперед-назад довольно сложно. Махнул. Справа скачков из левого угла. Ошибся 10-9. Уже сетбол у Абусева. Нет, не проходит серия у Скачкова. Попал слева, попал справа. На последнем месте идет команда Абусева, борется за выживание. Но это дебютант Лиги ПРОА. Кирилл Скачков, кстати, был чемпионом Франции в составе клуба «Жюра Морез». Но уехал из Франции два года назад. Выступает сейчас за УГМК. Простая ошибка Абусева сыграл в сетку. Ну вот в корпус Абусева сыграл Скачков. Все оказалось довольно просто. 2-0. Просто для Скачкова, друзья. Не для всех. Вновь атака в корпус. И не удается перестроиться Абусева, чтобы контратаковать справа. Простая ошибка Абусева слева. Он старается играть длинно, но это неизбежно приводит к невынужденным ошибкам. Все-таки иногда не хватает точности. Да и мячи все разные прилетают от соперника. Сейчас не успел отойти подальше от стола Абусев, и мяч прилетел прямо ему в корпус. 0-5. Коротко играет Скачков сыграл в длинном сначала топ спину в левый угол, а потом коротко в середину стола, и мяч перед Абусевым упал. 6-0. Попытался Кирилл оставить слева, коротко у сетки, но не получилось. 6-1 он впереди, а приходится попотеть, да, и рука болит уже. Все ремени надо крутить. Попроще. 6-1. Неплохая атака была у Абусева справа по диагонали, но Скачков среагировал. Ошибается Артур слева. 1-8. Ох, какой неожиданный прием. Неприятная подрезка слева с боковым вращением. Что там прилетело на самом деле, даже не знаю. Может, какой-то плоский мяч был. Не ожидал явно Абусев. Он сыграл здорово. Мяч летел по низкой траектории. Летел довольно быстро. Но Скачков. Да, сыграл в корпус сопернику. Все очень просто. 2-9. Наверное, там было вращение слабое или вращения вообще не было. Абусев начал атаку справа. 3-9 на его подачи. Опять применяет Артур подрезку слева с боковым вращением. Скачков спокойно принимает. А Абусево срывается атака. Попадает слева Артур. 6 сетболов из Скачкова. Спокойно выигрывает Скачков 11 очко. В этом сети совсем другая картина. 16 посвященный как раз памяти Сергея Власова. Очень интересные соревнования. Все наши лучшие будут там. Четвертая партия скачков на подачу. Ошибается слева. На ходу играет Абусево. Посылает мяч в Севку. Не дошел сейчас Артур до мяча. Укоротил скачков. Может быть не очень удачно. Был высокий мяч. И Абусев совершенно разумно решил по нему атаковать. Но выполнение подвело. Не ждал сейчас Артур этой атаки справа по диагонали. Отправил мяч за стол. Слева мощно атакует Скачков. 4-1. Слишком длинно пытался сыграть Кирилл. Отправил мяч за стол. Кирилл. Прямым ударом справа попытался Скачков выиграть очко, попал, но Абусев среагировал. А дальше Скачков сыграл ему слева в корпус. Ошибается Абусев, начинал атаку справа. Мяч соскочил у него с ракетки. Вновь Скачков применяет прямую атаку справа, но тут грех было вращать на самом деле, потому что высокий мяч, просто надо было попасть. Промаскивается по мячу Скачков. 3-7 на подаче Абусева. Неудобный был мяч, он падал перед Скачков, но Кирилл решил сыграть красиво. Но сыграл за стол. 4-7. И решает взять. Смотрим дальше за сражением Скачкова против Абусева. Абусева. Длинно посылает мяч Скачков в белую линию. Абусев не доходит до мяча в правом углу. 8-4. Дважды коротко вращает Скачков, а потом наносит прямой удар справа. Да нет, показалось не слишком коротко, но достаточно мощно, чтобы не дать Абусеву возможности контратаковать. Ошибается Артур справа, решил вдруг сыграть активно по подаче. 4-10. 6 сетболов Скачкова. Слева с боковым вращением подрезает Абусев. Очень длинно. Неудобно для Скачкова. Тот пятился, чтобы подстроиться под этот длинный мяч. Но так и не сумел этого сделать. 5-10. Короткая была подача, она не вылетала за стол. А Скачков решил атаковать справа. 4 сетбола. Ошибается Абусев по ширине. Не скачков выигрывает 11 очко. Абусев на подаче в пятой партии. Длинный был мяч, что ли, в край стола попал. Но в любом случае Скачков по этому мячу промахнулся. Задевает мяч в сетку. Но Абусев успел вернуться к столу и остро сыграть по короткому, но высокому мячу. Эффективное оружие это подрезка слева с боковым вращением Скачков раз за разом. Промахивается, когда Абусев ее применяет. Вновь решил Кирилл испытать на прочность оборону Абусева. Атакует серий и ошибается. 4-0. Дал фору Скачков Абусева. 4 очка. Остро атакует слева по диагонали. Одну очко отыгрывает. Длинно атакует справа по диагонали Скачков. Абусев не удается принять справа. Абусев. Все тащит Артур. Но прямая атака справа. Ну как тут среагируешь? Абусев. Тайм-аут. Скачков на подаче. Разводит Абусев по углам. Сначала атаковал Длинно вправо. И потом слева в высочайшем темпе перевел по диагонали. Плоско скидывает справа Скачков длинно в правый угол своему сопернику. И Абусев играет за стол. Не удается Абусеву кинуть свечку. Ну или свечку придяйте справа полу-топ спином таким. Атаку Скачкова. И тут же Артур промахивается справа по высокому мячу. Пытался сыграть активно. 7-4 ведет Скачков. А между тем еще недавно счет был 0-4. Подряд 7 очков взял Кирилл. Да, обескуражен, конечно, Артур. Подрезает слева в сетку. И 4-8. Продолжает Скачков свою серию. Атакует мощно и уверенно. Но я думаю, игра не затянется. 4-9. Вновь применяет Абусев подрезку слева с боковым вращением. Скачков играет за стол. 9-5. Перекручивает справа Абусев. Но Скачкова этим не удивишь. Еще больше взвинчивает темп. Атакует со стола. Атакует мощно. И самое главное точно. 10-5. 5 матчболов у Скачкова. Поторопился Кирилл. Был лицом к столу. Промахнулся. 4 сетбола у него остается. 6-10. Счет на подачу Абусева. Нет, ну на этот раз уверенно попадает Скачков по подрезке слева с боковым вращением. 11-6. Счет пятой партии. 4-1. 4-1.